здравствуйте друзья добрый вечер у нас сейчас что-нибудь так пол девятого уже но светло ведь как светло июнь месяц и сегодня 5 июня 2018 года и такой большой избирательный день соединенных штатов вы сказать что что такое что избирают вроде бы выборы в ноябре там до большие выборы где там переизберется вся палата представителей и частично там процентов около 30 там сена а что ж такое 5 июня происходит в стране а в стране происходит выборы предварительные так называемый праймарис и эти праймарис происходит сразу в восьми штатах в частности вот у нас тут в калифорнии и меня тоже приглашали вы знаете персонально вот так приспали приглашение мне и светлане приходите ведь на выбор надо сказать что в калифорнии новый закон его приняли по моему году там 2010 вот а сейчас вот впервые мы голосуем уже по этому закону там такая интересная система для именно для праймарис идея была чтобы убрать вот эту партийность из выборов то есть они говорят так не важно от какой ты партии вот раньше было так у демократов есть тот кто-то кто набрал больше всего вот он идет у республиканцев тоже набрал больше всего он пойдет на основные выборы которые в ноябре будут вот а они говорят ребята шо же шо мы такое делаем значит какая нам разница из какой человек партии если например два демократа набрали больше всего ну вот пусть они там и замок и голосуются в ноябре почему кто-то кто набрал меньше вот там вот этого человека почему он должен быть вот давайте так партийность убрали берем просто вот популярность того или иного человека независимо от партийности в этом деле есть некоторая стремность но по всякому случае гипотетически она точно есть например если мы имеем допустим на праймарис мы имеем двух республиканцев каждый из которых набирает ну допустим по 15 процентов и на оставшиеся 70 процентов мы имеем 7 демократов набирающих по 10 то тогда получится что оба кандидата на основных выборах в ноябре будут тогда оба республиканцы потом просто потому что вот пришло много демократов я думаю конечно что они на уровне партийном должны как-то регулировать вот но с другой стороны способность партийного руководства регулировать в общем-то ограничено на самом деле то есть если человек сильно хочет он может но это гипотетически а практически ну посмотрим вот они уже все отголосовали сейчас полдевятого по моему уже все участки закрыты пишут что 120 тысяч человек не смогли попасть на выборы что-то там помешало какие-то там значит проблемы административного порядка я просто перед тем как сесть машина глянул какие новости уже есть по этому делу то есть фактически сегодня решается я хочу значит чтобы было понятно что сегодня происходит сегодня решается в восьми штатах из 50 решается кто именно будет участвовать в выборах в ноябре и это не только позиции в сенате и в конгрессе это еще позиции губернаторские это позиции там мэров городов там по моему там разного уровня позиция я честно говоря поскольку на выборы не пошел тоже вникать не стал там детально но это много разных позиций это не просто так вот и уже сегодня на самом деле кое-что прояснится но мы должны понимать что от 5 июня там до 22 когда там это будет ноября когда эти выборы будут где-то там ближе к концу ноября так все-таки там чуть ли не полгода проходит правильно поэтому ну ну посмотрим времени очень много политические ветры очень непонятные и меняют направление трясется все как бы сказать не то что она трясется сильно но конечно амплитуда колебаний вот там там же например на рынке ценных бумаг гораздо больше и вот это состояние нервозное когда чуть какая-то маленькая штучка все бросаются что-то продавать потом снова покупают потом снова продают снова покупают вот это вот все она она присутствует постоянная напряженка по поводу конфликта с союзниками с экономическими партнерами санкциями тарифами там ну пошлины да значит там и бог знает чего еще обострениями в отношениях все это очень сильно присутствует и как бы вот участники игры как бы экономической они в общем-то в таком состоянии как бы сказать готовности к сбросу да то есть они в любую секунду готовы сбросить поэтому это чувствуется очень хорошо по сравнению с тем как вот мы раньше там жили и как эти рынки там колебались это очень заметно вот выборы я завтра когда уже все будет известно я буду ехать на работу с утречка и вам доложусь чего там происходит и вы можете сказать о чем нам в конце концов чего нам не все равно это правда друзья ну чего нам вот не все равно кто там у них и так далее но я просто смотрю на выборы в ноябре выборы в конгресс и в сенат с точки зрения стабильности иммиграционного процесса и как бы его преемственности то есть насколько результаты выбора могут повлиять на что-то потому что вот почти каждый день кто-то пишет в вопросах или там в эмейлах или там когда при стримы в виду по пятницам говорят не отменяют ли да уже напугали народ не отменяют ли green card лотерею а как там они не усугубляют ли процесс там значит там политического убежища можно ли все еще через мексику там и так далее так далее так вот история такая что от расклада который сложится в конгрессе сша в частности в палате представителей но и очень важно что в сенате произойдет потому что в сенате тоже голоса могут сдвинуться в сторону республиканцев то есть есть шанс что и демократы там чуть подберут но этот шанс очень маленький поскольку основное количество мест в сенат которые будут переголосовываться в ноябре эти места и так у демократов то есть республиканских мест которые можно было бы отнять как бы до перебросить на ту сторону их практически то и нет то есть шанс что демократы потеряют голос другой выше чем приобретут голос другой в сенате поэтому а этот голос другой это может быть вполне достаточно для того чтобы уже республиканцам хватило своего большинства без участия демократов для каких-то вещей связанных и с отменой там обама кера и с иммиграционными делами и кроме того это сцементирует эти на этих выборах это уже как бы все говорят что это так будет на этих выборах сцементируется вот это вот трамповское крыло в партии потому что сейчас там еще много людей в сенате в конгрессе которые плохо относятся к трампу из крепя зубами так сказать поддерживают там и так далее он еще умудряется их оскорблять да там по ходу дела они все равно как бы ну там по партийному продолжают независимо от этого голосовать но не все потом маккейна оскорблял оскорблял и вот пожалуйста нет у нас отмены обама кера вот этот его голос все и решил так вот к чему я говорю что голос туда голос сюда в сенате два десятка голосов туда-сюда в конгрессе могут кардинально изменить ситуацию с иммиграционной ну не реформой но политикой соединенных штатов поэтому вот сейчас такая как бы странная пошла игра когда но она давно идет такая когда маленькие маленькие колебания происходят и они где-то вот в зоне погрешности вот происходит невозможно сказать вот как как пойдет потому что так близко так близко все стоит что не не поймешь вот думали там клинтон победит победил трамп давайте при том что она вроде и голосов на 3 миллиона больше но вот как по штатам легло никто не мог предсказать не не вот не видели это вот поэтому и здесь то же самое вроде бы да и вроде он не очень популярный и вроде чего-то но а вроде бы и демократам ничего против поставить во всяком случае не лидеров каких-то новых не платформы какой-то неожиданные там и и так далее в общем альтернативы такой как бы не просматривается то есть абсолютно мутная вода мутная как я не знаю что поэтому в мутной воде любая какая-то мелочишка может стать чем-то таким значительным решающим перебрасывающим сказать результат с одной чаши весов на другую и так далее вот это вот мутная водица поэтому в общем то то есть все смотрят конечно те кто те кто наблюдает за политической жизнью что там показывают эти праймер из потому что они показывают тенденции эти 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 тенденции пытаются как бы распространить да там на более отдаленный промежуток времени как протяженный промежуток времени когда вот может быть там экстраполяцию такую делают в направлении выборов ноябрьских иногда даже так закидываются на президентские выборы 2020 года очень пытаются какие-то такие вот линии проводить но нас конкретно с вами я еще раз повторю интересует сугубо иммиграционный аспект да то есть вот мы с вами даже не не беспокоимся сильно там про за обама керр ну там обама керр и обама керр отменят не отменят я не знаю там это чисто такая эмоциональная победа будет если это произойдет пока что это у них довольно серьезное поражение но но тоже не такое поражение чтобы кого-то сильно вот на эти там разочаровать или обрадовать ерунда в общем размахи размахивание флагами перед своими сторонниками и и и только ими всем остальным без разницы чем они там машут или там трясут так что в общем друзья завтра я более подробно расскажу что там такое происходит и я постараюсь как бы почистить это все от спекулятивного налета потому что то как об этом пишут там скажем в либеральной прессе или в консервативной прессе это всегда предвзято это всегда на как сказать ангажированно и надо сказать мерзость сплошная то есть читать невозможно ты не видишь людей которые честно пишут и поэтому в этой в этой помойке приходится копаться и значит как-то выковыривать что-то чтобы вам рассказать вот так что я я покопаюсь как бы я не побрезгую все друзья счастливо до завтра будем будем посматривать как там и чего до свидания а